«Щёлково-7. Очень много домов названо улицей Маршина-Неделина. Можно ли на фасаде здания увековечить память Маршина-Неделина?» «Да, это возможно. Для этого необходимо будет обращение сделать». Микрорайон «Щёлково-7. Один из первого» в городском округе поменял статус военного на гражданский. Началось восстановление жилья и всей социальной инфраструктуры, дорог. На очереди строительство ливнёвой канализации. Впрочем, она нужна и другим микрорайонам. Благоустройство. Одна из тем – встреча руководства округа с жителями. «Я уже на многих встречах говорил о том, что мы будем обращаться в правительство, для того, чтобы нам дали финансирование, войти в государственную программу и вопрос, необходим ли у него канализация, решать, так как он стоит очень остро, на территории всего городского округа». «Щёлковцы» напомнили о своей просьбе построить в микрорайоне учреждение культуры. Стратегия развития городского округа предусматривает ДК в расчёте на «Щёлково-7», микрорайоны Богородский и Финский. «По линии Министерства культуры и Министерства строительного комплекса разработаны два типовых проекта. Сейчас все социальные объекты строятся по типовым проектам – на 300 мест и на 500 мест. Для нашего микрорайона «Щёлково-7» Богородского и Финского подойдёт проект на 300 посадочных мест. «Мы будем настойчиво добиваться, чтобы в этом микрорайоне был построен дом культуры». «Мы подбираем сейчас альтернативный земельный участок. У нас есть понимание с Минстроем и с Министерством культуры Московской области как раз по тому, чтобы именно в черте этого микрорайона, то есть организовать полноценный дом культуры». Решён вопрос с парковкой для междугородних автобусов на конечной остановке в «Щёлково-7». «Сейчас у нас освобождается территория вдоль дороги, которая у нас идёт по улице вдоль Городской и Недельно. Освобождается земельный участок от ракушек, будет зачищаться он в этом году. Уберём до конца весь мусор. И на следующий год там будет заездной карман для отстоя автобусов». Говорили на встрече и о необходимости привлечения узких специалистов в местную поликлинику. За два года в лечебное учреждение власти городского округа пригласили более ста врачей. Объединение учреждения здравоохранения в единую Щёлковскую областную больницу позволит записаться к любому специалисту на территории Щёлково-Лосинопетровского посёлков-биокомбината и Свердловский. В этот же день Сергей Горелов встретился и с жителями Богородского и Финского микрорайонов. В режиме вопрос-ответ щёлковцы интересовались тем, как можно улучшить качество водоснабжения в высотных домах и вывозы мусора с контейнерных площадок. И о том, как повысить культуру содержания дорог. Ещё буквально до апреля-мая месяца, в том числе и региональный оператор Мосавтодор довольно халатно относился к содержанию региональных дорог. Но потом повернулся лицом в связи с тем, что там сменился руководитель. И на сегодня это заметно. 2 491 яма была за вот этот короткий промежуток, за весенне-летний период заделаны на муниципальных дорогах. 34 муниципальных дороги были отремонтированы. Открытие автомобильного моста на Фабричной улице четверть от общего потока автомашин перебросит на Фряновское шоссе, минуя центр города. Улучшения должны почувствовать и жители домов, расположенных по улице Фрунзе. По Пролетарскому проспекту проходит 85 тысяч автомобилей ежедневно. Мы туда 25% перебросим и почти 2,5 тысячи грузовиков туда тоже направим. Но это будет не всё. На следующий год уже достигнута договоренность с правительством. Нам будет выдано 350 миллионов рублей на строительство дальше уже дороги в направлении РТС. Богородский и Финский микрорайоны – территория молодых новосёлов. До 2021 года здесь запланировано построить три детских сада шаговой доступности, для без малого 600 детей. Городской округ по всем трем учреждениям в губернаторскую программу вошёл. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.